Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, сегодня у меня в гостях Владимир Фисенко, политолог. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня будем говорить на такие темы. Козыри для путинского шантажа, критика Путина изменилась, я имею ввиду в самой России, и Путин истребил бы украинцев под знаком вопроса. Об этом, обо всем мы поговорим сразу после того, как ответим на вопросы от наших зрителей, напоминаю, что это блиц интервью, короткие вопросы, короткие ответы. И вот такой вопрос интересует зрителей. Если бы выборы были честными и состоялись бы завтра, Путин бы победил бы на них? К сожалению, да. Это связано с многими причинами. Выросло путинское поколение, которое при нем стало жить лучше, но не благодаря Путину, а благодаря рекордным ценам на нефть и газ. Ну и, к сожалению, Путин сыграл на имперских струнах души русского народа. Вот он реанимировал ту темную силу, имперскую, великодержавную силу, которая таилась в глубинах подсознания русского народа. Ну, она не особенно таилась. Ну, вот Путин оказался на одной волне с вот этими великодержавными комплексами россиян. Поэтому, к сожалению, на данный момент он, скорее всего, победил бы. Но это диагноз. Диагноз состоянию российского общества. Пригожин бы мог победить на этих выборах или был бы в хвосте? Нет, пока Путин, я думаю, что ему бы никто не дал даже участвовать в выборах. Мы же говорим о честных выборах. От честных выборов. Слушайте, Путин и честные выборы – это несовместимые понятия. Вот я просто приведу конкретные установки. Это же сформировалось именно при Путине. Ну, не очень честные выборы были и при Ельцине, скажу откровенно. Там тоже много вопросов. Но, например, установки. Это, кстати, и в Украине, когда проводили вот эти псевдореферендумы. То же самое и в России. Значит, 70-70. Что имеется в виду? 70% явка, 70% за. Ну, за Путина. А дальше к выборам допускают только те, кто может выступать в роли приемлемых спарринг-партнеров для Путина. Ну, например, допустили Ксению Собчак. Ну, то есть Слабаков, да? А вот Навального не допустили к выборам. И то же самое с Пригожиным. Пригожин нужен Путину как инструмент для войны в Африке, в Украине. А на выборах зачем? Он будет отбирать голоса воинствующей публики. Это, знаете, все равно что выращивать собственного преемника, который сейчас вроде бы твой человек, а завтра будет против тебя. Это, как, знаете, маршал Гинденбург будет сам поднимать Гитлера. Я напомню, извините, это не про Блиц, но, тем не менее, это важный момент. Все время Гинденбурга, который был на тот момент президентом Германии, его предупреждали. Опасность прикода Гитлера к власти. Ну, в итоге его уговорили, сказали, что будут Гитлера контролировать. А в итоге все закончилось печально. Да, и вот сейчас Путин и сам выступает в роли российского Гитлера. А Пригожин в этом плане еще опаснее. Потому что он как бы в воплощении вот этой агрессивной силы в гораздо большей степени, чем даже сам Путин. Поэтому нет, я думаю, что Пригожин на выборах, он-то, наверное, хочет. Хотеть-то он хочет, да кто ж ему даст при живом Путине. Но вопрос, а что будет с выборами? Вот это я не уверен. Некоторые российские коллеги говорят, что выборы президентские при определенном развитии событий, в том числе и на фронте боевых действий в Украине, могут и отменить. Ведут военное положение, бла-бла-бла. Совершенно верно. Родина в опасности. Да, да, да. Если они почувствуют, что позиции резко изменились и не в пользу Путина, то какие там выборы? А так, это будут нечестные выборы. Это будет имитация выборов. Он как бы и так победил бы, конечно. Но все равно нужно показать безоговорочную победу. Это имитация, это спектакль под названием выборы. Но спектакль, где играет один актер Путин. А вот кто-то из оппозиции мог бы победить или составить конкуренцию Путину на честных выборах? Нам Навальный, Каспаров, Гудков, еще кто-нибудь. Ну, слушайте, не в нынешней ситуации. Для того, чтобы кто-то из оппозиции смог претендовать на, скажем так, на конкурентную способность на президентских выборах в России, во-первых, не должно быть Путина. Во-вторых, ситуация в России должна кардинально измениться. Кардинально. Это означает, что должен быть кризис политический, экономический, кризис нравственный и психологический. Кризис прежней модели. Модели управления и модели существования российского общества. Вот когда ломка начнется у россиян из-за поражения в Украине, вот после этой ломки, ну, может быть. Я не очень верю в то, что там победит кто-то или там будет конкурентным кандидатом кто-то из оппозиционеров и мигрантов. Единственное, кто может, скажем так, серьезно претендовать на власть из российской оппозиции, это Навальный. Он далеко не идеальный кандидат для нас, в частности. Многие считают, что на самом деле в Навальном много от Путина. Но, во всяком случае, Навальный много осознал неправильного и преступного в действиях Путина. И плюс пребывание в тюрьме, жертва путинского режима, отравление. Может быть, это все-таки на него подействовало в правильном направлении. Но пока это единственный кандидат, который, я думаю, сможет бороться за власть от российской оппозиции в ситуации после Путина. Где Кадыров? Почему притих? Два объяснения возможных. Первое объяснение по оценкам разных наблюдателей у него проблемы со здоровьем. Ну, говорят, что с почками, там ставят диагноз по внешним признакам, какой-то приборчик на руке и так далее. Консультации врачей. Ну, видимо, да. Это, наверное, причина номер один. Но есть и вторая причина. Кстати, ну, периодически, не всегда и не в полной мере, но утихал и пригожен, но лишь на время. А Кадыров более хитрый и более опытный. Он понимает, что вот эта чрезмерная активность, она создает проблемы. Зачем нарваться на конфликт? Зачем играть в какую-то внутреннюю оппозицию, поднимать свой статус? Для Кадырова его статус важен в Чечне, внутри его домена, его вотчины. Власть во всей России его, я думаю, пока, во всяком случае, не интересует, да и вряд ли она возможна. Поэтому я думаю, что это восточная хитрость. Он понимает, не надо лезть на рожон. Это время, когда лучше помолчать. И, ну, если вдруг действительно серьезные проблемы со здоровьем, надо подготовить почву и возможности для передачи власти своему сыну. Которую он, кстати, привозил на встречу к Путину. Видимо, не случайно. Вот это самое главное. Но он действует иначе, чем пригожен. Я бы сказал, более хитро, более обдуманно. И вот такой еще вопрос есть. Россияне уже осознают, какие ужасы творит их армия в Украине? Или пока далеки от этого? Ой, для того, чтобы осознать, надо знать. А россияне, к сожалению, либо не знают о тех именно ужасах, которые творятся в Украине, творят их военные. А те, кто более знаком с военной ситуацией, кто слышал о трагедии Буча, Ирпеня, ну и вообще о каких-то, скажем так, обвинениях в адрес России, они действуют по традиционному психологическому закону. Мы оправдываем своих и осуждаем чужих. Даже если наши делают что-то плохое, мы этому не верим. Либо мы считаем, что, скажем так, они вынуждены так были действовать. Но какие-то там страшные преступления... Потому что убийство на войне не считается за преступление. Как бы врагов надо убивать. К сожалению, многие россияне так думают. Более того, жажда крови, стремление убивать украинцев, это стало массовым. Это тоже диагноз состояния нынешнего российского общества. Но, например, изнасилование. Вот я знаю, как реагируют, ну, из российских источников, как реагируют простые россияне, когда им говорят о разрушениях украинских городов. Они говорят, это сами украинцы делают. Сами украинцы делают, чтобы нас обвинять. Да, когда говорят об изнасиловании, нет, вот в это не верят. Русские так не могут. Хотя они так делали в Отечественную войну в Германии. Делают сейчас так в Украине, к сожалению. Но не верят, потому что как бы наши так не могут. Наши хорошие, а вот украинцы плохие. Это принцип самооправдания, это такой психологический механизм. Но я думаю, что придет время, когда россиянам доведется проводить вот эту сложную, болезненную, нравственную работу. Осознавать вот эти не просто ошибки, а преступления, которые совершала Россия в Украине. Надеюсь, они не все там такие, как вы описали только что картину. Нет, ну естественно не все. Но, к сожалению, людей, у которых совесть еще осталась, и которые готовы, готовы психологически видеть и признать преступления России в Украине, таких пока явное меньшинство. А для того, чтобы таких людей стало больше, ну, во-первых, нужна информация. Во-вторых, нужна целенаправленная работа. А это произойдет только тогда, когда власть в России поменяется, и у власти будут люди, которые поймут, что необходимо провести эту работу. А само собой это, к сожалению, не случится. Давайте поговорим теперь о вопросах, которые вот нас интересовали последнюю неделю. Наверное, один из самых главных. Это козыри для путинского шантажа. Вопрос следующий. Задержанный журналист США якобы за шпионаж. Это очередной метод давления Путина на Белый дом. И что пытается Путин таким образом выторговать? Ну, в данном случае все достаточно просто. Об этом говорят и в России, и понимают, и в Соединенных Штатах. Это такая целевая, многоцелевая комбинация. Здесь не одна цель, а несколько. Есть цель внутренняя. Шпиономания. Надо, это такой традиционный метод, во-первых, так думает сам Путин. Во-вторых, этот способ восприятия действительности, он переносится на российское общество. Как бы в стране враги и шпионы. Почему так плохо? Почему Россия проигрывает войну? Потому что враги и шпионы внутри России. И этих врагов и шпионов надо ловить. И что происходит? Ну, сейчас в России повторяется 37-й год. Ну, пока в мягких формах. Что я имею в виду? Пока, может быть, нет таких вот массовых репрессий, как при Сталине. Но зато уже есть массовые доносительства. Пол России пишут доносы друг на друга. Вот паранойя уже как бы проявилась в этом. А это следствие вот этой шпиономании и поиска врагов народа. И кто на роль шпиона лучше всего годится? Американец. Это символическая фигура. Журналист, который ездит по России, что-то там вынюхивает. Ну вот, естественно, это такая показательная жертва, которую можно предъявить простым россиянам и сказать. Видите, мы поймали американского шпиона, который ищет наш главный военный секрет где-то там на Урале. Это для пропаганды. Но для Соединенных Штатов это обменный материал. Я напомню, в прошлом году уже была история, когда задержали абсолютно искусственно нескольких американских граждан. Например, баскетболистку, которая играла в России. Ее обвинили в том, что она с наркотиками баловалась. В общем, нарушала российский закон. И потом начались торги. И выторговали известного, одного из крупнейших торговцев оружия. Россиянина Бута, которого ловили довольно долго. Фильм, кстати, про него сняли с Кейджем в главной роли оружейный барон. Как раз вот этот персонаж там был прототипом. И вот россияне его выторговали буквально. Был такой обмен. Это, кстати, еще давняя традиция, еще с советских времен. Путин же мыслит вот теми категориями, которые он знал еще в советские времена. Видимо, в школе КГБ всему этому учили. Вот он как бы это все воспроизводит. Советский Союз обменивал Луиса Кроволана, лидера Компартии Чили, на диссидентов российских. Вот и здесь что-то похожее. Своего, но важного, который может помочь в Африке. Связей много. Обменяли там вот на американскую баскетболистку. Кстати, американцы предупредили еще в начале года, что лучше уезжать гражданам США из России. Это очень опасно. Но журналисты работают по долгу службы. Вот, к сожалению, они в зоне риска. И этот риск, к сожалению, проявился. Поэтому сейчас, видимо, будут торги, переговоры. На кого будут менять, посмотрим. Но, скорее всего, как вот пишут даже российские эксперты, вот этот американский журналист, это такой разменный материал для торгов с Соединенными Штатами. Кого-то будут еще тоже выторговывать из тех, кто еще остается. Там есть, кстати, люди, связанные с хакерскими атаками на Соединенные Штаты. Тоже носители секретов, но в сфере IT-технологий. Вот, скорее всего, будут их, наверное, выторговывать в обмен на вот этого журналистов. Журналист в обмен на нужных людей Путину. Какой козырь для шантажа в политике может еще использовать Путин? Слушайте, шантаж – это вообще способ мышления и способ действий Путина. Любимый инструмент его. Он любит шантажировать. И для шантажа выбирает все, что подходит в данный момент. Вот смотрите. Осенью прошлого года он начал шантажировать европейцев высокими ценами на газ. Искусственно поднимая. Он же провоцировал кризис, энергетический кризис, топливный кризис в Западной Европе. Ограничивая продажи российского газа в Германию, ну и в другие европейские страны. Вот вам пример. Энергетический шантаж. Кстати, напомню, точно так же он шантажировал все время Украину. Две энергетические войны были. Газовые, так называемые, войны против Украины. Шантаж по поводу ситуации на Запорожской АЭС. Несколько раз в прошлом году. Сейчас новая тема для шантажа. Ну, тема ядерного шантажа Путином используется регулярно. И для этого используется сейчас тема тактического ядерного оружия. В прошлом году эта тема поднималась. Но скорее так, вот Фонова как бы упоминалась о возможности использования, о том, что, знаете, как там пел в старом еще сталинском хите песенном «Наш бронепоезд на запасном пути». Вот и у Путина говорили, у нас есть тактическое ядерное оружие, в случае чего мы его используем. Но не конкретизировалось. А тут заявили конкретно. Поскольку они боятся усиления поставок оружия в Украину, западного оружия, и это уже происходит, и выкатили шантаж тактическим ядерным оружием. Почему заявили о размещении именно в Беларуси? Ну, потому что в России оно уже есть. Многие подозревают, что оно есть даже в Калининградской области. Там Искандеры уже есть, ну, кто его знает. Может быть, оно есть даже и на Донбассе, кто его знает. Ну, пока подтверждений нет. Крыму подозревают, что может быть. А Беларусь избрана специально для того, чтобы показать. Это тактическое ядерное оружие может быть использовано против стран Запада, против стран НАТО. Неважно, там это соседи, вот Польша, Литва, страны Балтии. Либо могут и чуть-чуть дальше его использовать. Но это шантаж НАТО и европейских стран. Какая, по вашему мнению, самая провальная попытка шантажа была у Путина за вот время полномасштабного вторжения? Ну, на мой взгляд, самая провальная – это сама война против Украины. Нет, всем это понятно, да. Нет, нет, я поясню, так это шантаж был, только шантаж не Украины. Это был шантаж. Я напомню, с чего все начиналось. Ну, начиналось, конечно, оно раньше, еще с 2014 года, но я имею в виду давление на Украину, но я имею в виду шантаж Запада. В декабре 2021 года, в конце декабря, буквально накануне Нового года, Путин выкатил ультиматум Соединенным Штатам и НАТО. Суть ультиматума – Соединенные Штаты и НАТО должны публично заявить, что Украина никогда не будет в НАТО. Но не только это. Путин потребовал, чтобы НАТО отошло на рубеже 1997 года. Вот что это означает, как это понимать, что там выгонять страны Балтии, Польшу, ну, практически все восточноевропейские страны из НАТО, или как? Или НАТО должно отвезти свои войска, военные базы из этих стран? Там непонятно, но Путин этого потребовал. Естественно, никто не собирался выполнять этот ультиматум, но для того, чтобы Путин там не наделал глупостей, с ним начали переговоры. Переговоры ничем не закончились, результаты не дали. И, судя по всему, Путин начинал войну против Украины, он надеялся, что это будет быстрая и легкая война, несколько дней, не только для того, чтобы восстановить контроль над Украиной. Это задача номер один, конечно, была. Но была и вторая задача. Это был инструмент шантажа Запада. Путин считал, что легкая победа над Украиной, она напугает Запад. И Запад вынужден будет пойти на уступки Путину, на уступки в глобальном плане, в том числе в Европе, в плане международной безопасности. Путин фактически хотел путем войны в Украине заставить Запад выполнить свой ультиматум, который он выдвинул по НАТО и выдвинул Соединенным Штатам. Вот в чем была суть этого плана. То есть вот речь идет именно о шантаже, только шантажировал он именно Запад. Но проиграв войну в Украине, ему не удалось захватить Украину, не удалось захватить Киев. Пришлось уйти из Киевской области, из севера Украины. И шантаж провалился. Поэтому пришлось уже там о другом заботиться. Но это была явно попытка шантажа. Это вот самая провальная попытка шантажа. Поэтому я эту историю рассказал, чтобы показать, что Путин играл по-крупному, очень по-крупному. И эта ставка, то есть он там почти все поставил на заро и провалился. Но это не заро, это серьезные игры. Это ж не просто там госпожа удача. Здесь решает и воля, и готовность защищать свою страну. Путин просто недооценил Украину. Недооценил, кстати, и готовность Запада реагировать на эту войну. Но самое главное, он неадекватно оценил Украину и готовность украинцев и украинской армии защищать свою страну. О критике Путина за то, что он раз провалился, два провалился. В самой России была огромная критика Путина. Сейчас эта критика изменилась. Путина продолжают критиковать, но теперь уже по другим, как сказать, ракурсам. Что Путин слишком нерешительен по отношению к Украине, что нужно было применить ядерное оружие, бомбить этих хохлов и т.д. и т.п. А почему изменилась критика? Это после убийства татарского или есть какая-то другая причина? Смотрите, я не согласен с тем, что огромная критика Путина в России критикует не Путина. Критикует некую абстрактную власть, критикует военное руководство за совершенные ошибки, за неправильный выбор стратегии и тактики, за неправильный выбор инструментов. Путина требует действовать более решительно. Это так. Путина напрямую критиковать избегают. Пожалуй, только отдельные персонажи, либо это оппозиционеры, которые за рубежом, либо вот есть в России персонаж, которому дозвольно критиковать Путина. Это, кстати, у многих вызывает удивление. Но вот есть такой персонаж. Это Гиркин Стрелков. Герой 2014 года, персонаж, который успел повоевать в Украине, поучаствовать и в крымских событиях, судя по всему, он имеет вот эту индульгенцию или право на критику Путина. Разрешенное право. Потому что другим это не разрешено. И если ты начинаешь критиковать Путина, это плохо может закончиться. Но я согласен с тем, что недовольство растет. В том числе оно растет вот в этом воинствующем лагере. В лагере сторонников войны. В лагере имперских патриотов, шовинистов. Да, они видят, Россия не выигрывает эту войну. А многие понимают, что проигрывает. И что делать? Вот они же тут вспоминают, ага, давайте ядерное оружие используем. Но слушайте, это легко сказать. Использование ядерного оружия это самоубийство. Самоубийство для России. Да, это будет проблема для всего мира, но это фактически уничтожит Россию в нынешнем виде. И те, кто еще не потерял остатки рациональности, они это прекрасно понимают. Я думаю, что абсолютное большинство людей в Кремле, которые, скажем так, поддерживали эту войну, которые лояльны Путину, но которые не хотят умирать. Не хотят сгореть в этом ядерном пожаре. Они не хотят играться в эту тему. Я думаю, что они будут действовать все-таки более осторожно. Что касается самого Путина, мы не знаем, готов ли Путин на такой сценарий. Но то, что критики становятся все больше, пока абстрактные критики. Критики скорее дозируемые. Это уже тоже определенный симптом. Я думаю, что критика будет нарастать. И вот я думаю, что перелом случится тогда, когда действительно массово начнут критиковать персонально Путина. Обвинять Путина в поражениях, во внутренних проблемах, в ошибках. В закрытом режиме это уже делают. Известный всем разговор, который вызвал такой ажиотаж Фархада Ахмедова, бывшего сенатора российского, миллиардера. И известного шоу-продюсера музыкального Иосифа Пригожина. Ну удерживаются они или нет? Вопрос в этом. Не знаю. Потому что они просрали, страну они просрали. Что они просрали? Да. Что они просрали? Подождите, Владимир, там же это все нейросеть. Это все неправда. Это все сфабриковано. Ну как сфабриковано? Уже кто-то, ну даже Иосиф Пригожин даже признал, ну он не признал, что он так плохо говорил о Путине. Конечно нет, это все сфабриковано. Но как оценили это комментаторы? Вот я читал российские телеграм-каналы, прокремлевские. Они сразу же зафиксировали. Так думают очень многие. Российские олигархи, миллиардеры, представители российских элит. Они не говорят, что все. Но многие. Опять-таки враги, предатели. Мол, народ воюет, да. А вот эти жирные коты сидят, да еще так плохо думают про нашего президента. Но на самом деле это действительно был диагноз. Это, ну как вот в советские времена, там люди на кухнях разговаривали и критиковали власти. Так сейчас, пока только представители элит, они более информированы. Они больше потеряли. Простой россиянин, ну что там, у него особо ничего не было. Путин там ему немножко зарплату и пенсии поднял. Как бы вот они за это ему благодарны. Они видят в нем сильного руководителя. Но из-за этой войны они ничего особо не потеряли. А вот элиты потеряли очень многое. Поэтому элиты критикуют Путина. Элиты недовольны. Вот это, кстати, очень важно. Просто сейчас это пассивное недовольство. Это недовольство вот в этих кухонных разговорах или разговорах там за бокалом виски и дорогой сигарой. Либо вот по телефону мобильному. Но это уже происходит. А вот когда это начнется в более массовых масштабах, когда уже прямо начнут критиковать Путина из-за поражения военные, из-за внутренней проблемы. Вот это, я думаю, будет началом перелома. Пока еще нет, к сожалению. Но я думаю, что Россия приближается к этому рубежу. Путин истребил бы украинцев. Ну, об этом много говорили сами российские пропагандисты и прочие там товарищи. А что бы вот Путин сделал, если бы действительно у него бы получилось? Как бы он сдерживал гнев населения, которое явно вот... Это население, я про Украину, выгнало там Януковича, которого считали продажным президентом. Ну, как это сказать, предателем. Вот, да, правильно. Устроило два Майдана. Вот, что бы он делал против этого населения? Кого он бы смог поставить тут или возогнал бы сюда российскую армию? Вы знаете, вот мы просто рассуждаем по-другому. Мы же знаем самих себя, наших граждан, ну, во всяком случае, активную часть общества. У нас уже есть опыт и понимание двух Майданов, которые вы упомянули. Мы знаем свободолюбие украинцев. Мы знаем, что украинцы это, ну, фактически уже состоявшаяся нация. Со своей историей, со своим самосознанием, стремлением к демократии, к свободе, к европейскому будущему. А Путин иначе это все воспринимает. Вот мы пытаемся как бы наши мысли перевести на Путина, а он мыслит иначе. Он же думал, всерьез думал, что Майдан это все западные политтехнологии, цветные революции, все это искусственно. Там кучка националистов, бандеровцев это сделали. А народ пассивный. В России же народ пассивный. Вот и в Украине народ пассивный. Более того, он был абсолютно убежден. Ну, раз в Украине, ну, по данным переписи 2001 года, около трети русскоязычные. Ну, как бы еще можно добавить тех, кто говорит и на украинском, и на русском языке. Да, и он думал, что это русские. Хотя, на самом деле, это не совсем так. Но большинство абсолютно это украинцы. Даже те, кто и в быту разговаривал по-русски. Но Путин считал, что это на самом деле русские. Вообще, по его мнению, украинцы это деформированные русские. Их там злые поляки в свое время и австрийцы. Потом коммунисты, Ленин. Их направили по ложному пути. Внушили им глупую и неправильную мысль, что они украинцы. А на самом деле они русские. Поэтому он надеялся, что цветами будут встречать, когда российская армия войдет в Украину. И после того, как это не подтвердилось, у него возник определенный когнитивный диссонанс. Надо же это как-то объяснить. Но я думаю, что он убежден, что это все как бы вот... Опять-таки, он же ретранслирует то, что в России, на Украину. Что, мол, вот он в России контролирует общество и общественное настроение. Значит, и бандеровцы, которые сидят в Киеве, они тоже все контролируют. А народ испуган, народ боится. Он не поддержал Путина и Россию просто потому, что запуган. Боится репрессий со стороны бандеровцев. Вот как он мыслит. И, к сожалению, вот этот ход мысли у него остается. Он надеялся на то, что когда он захватит Киев, поставит Януковича, а потом Медведчука, потому что Янукович был только переходной фигурой, что все это примут. Либо потому, что они захотят в Россию, но остальные просто испугаются. И он знает, как их напугать, как их держать в повиновении. Народ пассивный. Народ, если он даже будет недоволен, будет молчать. Вот эта надежда на русское молчание, она у Путина переносилась и на украинцев. Вот на что он надеялся. На силу, на страх, на террор и на пассивность народа. Но украинцев он воспринимал как испорченных россиян. По образу и подобию россиян. И вот это была его главная принципиальная ошибка. Он не понимал и не понимает Украину. И это непонимание у него сохраняется и по сей день. Если очень коротко, не вдаваться в глубокие размышления, может вы мне объясните. Вот есть знакомые в Москве, которые звонили и говорили, ну как там, что там у вас, мы еще же придем, спасем вас. А что они хотели этим сказать? Я вот до сих пор не понимаю. Вот я сижу в полуразбитой квартире. Знаете, я во-первых скажу, что мне, наверное, повезло. В плане моих знакомых. Мне звонили, либо писали россияне, либо передавали, кстати, через общих знакомых, через общих западных знакомых, скорее слова сочувствия и поддержки. Один из знакомых, известный, кстати, в России человек, сейчас он за рубежом, но он мне, ну человек уже пожилой достаточно, он мне просто сказал откровенно, я не ожидал, между прочим, от него этого, сказал, что мне стыдно за Россию. Вот все-таки не все россияне вот такие, что вот мы там придем вам покажем кузькину мать. Понимаете, объяснять бесполезно этим людям. Бесполезно. Не надо даже пытаться объяснять. Они, если хотите, в дурмане вот этого великодержавия, есть только один инструмент привести их чувства. Как вот в Украине говорить, дотямы, хорошее выражение, да. Это поражение России войны. Вот только это их поменяет. Носом ткнуть в грязь и дерьмо поражение. Вот только это. Беды и проблемы в самой России в результате войны в Украине. Только это приведет их к пониманию, что они действовали неправильно. Не все, кстати, тоже это поймут. Да, но значительная часть просто задумается. Они просто материально и физически придут к выводу, что-то было не так, сделали неправильно, это была ошибка. Да, но чтобы это понимание пришло, должно быть военное поражение и должны быть тяготы, лишения, проблемы, огромные проблемы внутри самой России. Вот только это их направит на путь осознания ошибочности нынешних действий, которые совершил и Путин, и вся российская власть, и которые они поддержали. Хочу сказать россиянам, двум группам россиян. Одним мы слышим ваши слова поддержки, а вторым сказать, за что боролись, на то и напоролись. Да, прекрасная пословица российская, русская. Давайте теперь на второй блиц от наших зрителей короткие вопросы, короткие ответы. Данилов сказал, что Россия распадется через 5-7 лет. Как оцениваете такие временные рамки? Я не оцениваю временные рамки. Я знаю, что Россия распадется в том случае, если она кажется в глубоком, масштабном и социально-экономическом и политическом кризисе. Вот тогда риск распада России существенно возрастет. Либерал. Почему стало ругательным это слово у российских пропагандистов? А потому что в этом проявляется негативное отношение к понятию свободы. Ведь либерал – это тот, кто за свободы. Либерти – свобода. Поэтому они же не могут сказать, что мы против свободы. Они считают, что россияне тоже за свободу. Но их свобода, как сформулировал один путинский политтехнолог, главный тогда путинский политтехнолог, это управляемая демократия. Вот так они понимают свободу. Поэтому они не против либералов, они против свободы, как таковой. Свободы политической, духовной, свободы нравственной. Поэтому их раздражает любое отклонение от нормы, стандарта. Знаете, все, кто не шагают левой в унисон с Путиным, вот для них это уже враги, это неправильные люди. Все, кто думает не так, как думают вот эти кондовые россияне, пропутинские, иначе они тоже неправильные, враги народа. Поэтому они против свободы, как таковой. Вот в этом главная проблема. Если бы не было войны в Украине, Финляндия вступила бы в НАТО? Думаю, что нет. Вступление Финляндии в НАТО прямое следствие войны России против Украины. Вот опять-таки, вот вы процитировали, за что боролись на то и напоролись. Путин хотел не допустить расширения НАТО, наоборот, чтобы НАТО отошло еще дальше, вернулось на старые границы. А получил прямо противоположный результат. И, кстати, это во многом и другом проявляется. Получается, Путин шпион НАТО и предатель России. Вы знаете, я вот в свое время, ну, потому что, ну, политологи тоже, они мыслят, и политтехнологические в том числе, у меня такая же мысль приходила неоднократно. Вот если бы так вот думать в такой конспирологической парадигме, в конспирологических схемах, то да, к такому выводу придешь неизбежно. И я, кстати, думаю, что через некоторое время те люди, которые сейчас завзято поддерживают войну России против Украины, многие из этих людей, через некоторое время будут обвинять именно Путин. Путина в том, что он действовал в интересах Запада. Кстати, обратите внимание, сам Путин, он же уже как сейчас объясняет войну, это, мол, не мы, это Запад нас спровоцировал. Ну, раз Запад тебя спровоцировал, значит, ты выступаешь в роли агента влияния Запада. Простая логическая цепочка. И вот к этому логическому выводу через некоторое время придут завзятые путинисты. Сейчас они за него, а потом увидят в нем корень зла. Не все, но та часть, которая сохранит еще способность к логическому мышлению и которая будет подвержена разным конспирологическим теориям. Так что, я думаю, мы еще с вами увидим это время, когда Путина, путинисты будут обвинять в том, что именно он источник зла и именно он действовал в интересах Запада. Владимир, большое спасибо за сегодняшнее интервью. Все очень четко, по полочкам, интересная аналитика. Ждем победы Украины. Продолжение следует...